Вот, пользуясь моментом, так как в яме года три, наверное, или четыре, я уже не помню, замазывал холодной сваркой. Манол, и там ещё эпоксидный клей был, манол, сверху. Вот, посмотрите. Даже намёка нету, чтобы он где-то отстрял. Здесь течёт поддон. Вот, прокладку не могу поменять, потому что нужно откручивать коробку передач. Поэтому езжу вот так. Мне этот манол уже, я так понял, задолжал. Это не реклама. Вот, посмотрите. Здесь было отверстие, палец пролазил. Внутри хотел заделать, но не смог поддон снять. Если бы я ещё там сетку поставил, какую-нибудь алюминиевую, было бы ещё лучше. Вот как-то так, ребята. Я пробовал разные холодные сварки, алмаз, потом Абро есть, американский, алмазы-то российские, по-моему. Ни одна рядом не стоит с маноловской холодной сваркой. Она, что интересно, это холодная сварка. А когда нагревается, она размягчается. Вот поэтому она так и держится. То есть, а когда металл холодный, она дубеет. Кто писал там это на месяц, вот, ребята, по-моему, или 3-4 года вот езжу. Я уже и забыл, в принципе. Это вот надо сейчас масло поменять. Так залез посмотреть сюда. Вот. Даже намёка нету. Где-то, чтобы оно хоть обстряло. И ещё такие вещи делаются только на горячий металл. То есть, вот этот поддон, я ставил спиральную лампу, и где-то около часа она нагревала вот этот поддон. Полностью. Чтобы он хотя бы тёплым был. Горячий ещё лучше. Обязательно обезжирываем растворителем это всё. Вот. И желательно на масло не ложить, потому что очень плохо возьмётся на масло. Главное условие, чтобы на обезжиренный металл и на горячий металл. Ну, либо тёплый, как получится. Так что, ребята, вот как-то так. Берите на вооружение. Сразу говорю, это не реклама. Всех благодарю за внимание. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова